В 1972 году выпускники Славянского сельскохозяйственного техникума, будущие агрономы, разлетелись по всей стране. И вот спустя 45 лет встретились в родном учебном заведении. Каждые пять лет выпускники 1972 года Славянского сельскохозяйственного техникума спешат в то место, которое когда-то в юности стало родным на всю жизнь. Высокий уровень полученного образования, любовь к труду и верность выбранной профессии помогли выпускникам техникума сделать в жизни много хорошего в области сельского хозяйства. О достигнутых результатах говорят звания, которые сегодня носят выпускники техникума 1972 года. Леонид Горьковенко – заслуженный работник Кубани, кандидат сельскохозяйственных наук. Владимир Пройдок – почётный агрохимик России. Николай Безуглый – помощник главы Славянского района. По мнению Николая Степановича, знания, полученные в учебном заведении, помогли добиться больших успехов на профессиональном поприще. Техникуме полученные знания, они были действительно фундаментальными. Они мне помогли и в дальнейшем при учебе в институте, ну и также, безусловно, в работе. Я начинал свою деятельность на Дальнем Востоке, куда был направлен по направлению. Там работал агрономом отделения, старшим агрономом, главным агрономом, директором совхоза. То есть, мне эти знания, полученные в техникуме, действительно здорово помогли по жизни. Для гостей-выпускников была организована программа «Знакомство с сельхозтехникумом XXI века». За 45 лет произошли большие, хорошие изменения. Техникум повзрослел. В этом году ему 90 лет. Сегодня студентам созданы все условия для получения знаний. Это и компьютерные классы, и интерактивные доски, и современное оборудование. Сегодня техникум в Славянске – это 50 учебных групп, это 1200 студентов, обучающихся по 9 специальностям и одной профессии. В следующем году мы в этом году пролицензировали еще 7 специальностей и профессий, поэтому у нас будет со следующего года их 17. И поэтому задача ставится такая, чтобы наши дети, учитывая сегодня финансовую ситуацию сложную, они находили свое первое образование именно в Славянске на Кубани. За круглым столом выпускники далекого 1972 года поделились с нынешними студентами своими воспоминаниями о техникуме, о педагогах, о своем обучении. Студенты, в свою очередь, подготовили для выпускников музыкальные номера. В завершении состоялась экскурсия по учебным корпусам и аудиториям, в которых они с трудом узнавали свои кабинеты, где за партами приобретались знания, ставшие для них источником профессионализма и мастерства. Надежда Калинина, Георгий Калинин, программа События.